Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарная эпидемиологическая обстановка в Республике сегодня характеризуется 76-ю одному новому случаю выявленной коронавирусной инфекции. Необходимо обратить внимание, что данный рост по трепнадзорам Республики Саха-Якутия. Из них 116 человек в Республике помещены в стационары для осуществления лечения коронавирусной инфекции. В стационары города Якутска поступило 87 человек, в Мегино-Кангаласском районе 10, в Горному-Ус-Алданском по 3, в Алданском, Алёкминском и Хангаласском по 2 пациента. В Верхневилюйском, Вилюйском, Намском, Нюрингринском, Нюрбинском, Эмиконском и Сунтарском по 1 пациенту. Все остальные граждане, имеющие данный диагноз, продолжают получать соответствующее лечение амбулаторно. За сутки в стационары нашей Республики поступило 7 детей. Уважаемые родители детей, как школьного, так и дошкольного возраста, обращаем ваше внимание на необходимость контроля за детьми, которые осуществляют, либо находятся на дистанционном обучении, в связи с чем обращаем ваше внимание на то, что при том, что дети в большей степени должны находиться дома под вашим, соответственно, контролем, который вы уже в обычной для вас форме осуществляете. Кроме того, обращаем внимание на то, что у нас продолжается дистанционное образование детей, значит, всех кроме 9-11 класса, как выпускных, и, соответственно, в режиме повышенной готовности работают детские сады. На настоящий момент все воспитатели детских садов проходят соответствующее экспресс-тестирование перед заходом в группу. Родители информируются о том, что при появлении у ребятишек признаков острых респираторных заболеваний они не приводят в этот момент детей в группу. В группах осуществляется двухразовая термометрия. Я прошу, соответственно, родителей отрабатывать вместе с руководителями дошкольных учреждений о получении полной информации для того, чтобы связь была обратной. В отделениях реанимации у нас сегодня врачи в целом борются за жизнь 10 крайне тяжелых больных. Все эти 10 больных были не вакцинированы. Вообще количество больных в тяжелом состоянии 66 пациентов. Ну и, соответственно, все пациенты эти в основном, за исключением двоих, не получали вакцинацию. Всем заболевшим оказывается соответствующая медицинская помощь. Несмотря на увеличение количества выявленных случаев и достаточно большое увеличение количества, учитывая, которое связано, прежде всего, со скоростью распространения инфекций, у большинства заболевших регистрируется пока легкое течение проведения заболевания, в связи с чем, соответственно, осуществляется их амбулаторное лечение и контроль. Запись на прием к врачу, запись на вызов соответствующих бригад осуществляется сегодня в городе Якутске по республике следующими способами. Через систему 122, которая последние три дня лишь только вводится на территорию республики, действительно имеется ряд сбоев, но система постоянно налаживается. Через систему облачной поликлиники, через медсеть и через дозвон непосредственно через медицинские организации. Это есть соответственные люди, которые в любом случае, соответственно, ответят, и бригада медицинской помощи для вас будет доступна. Необходимо обратить внимание на то, что обстоятельства, что в первую очередь на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. В третий день подряд в республике фиксируется в целом около 3000 непосредственно вакцинированных. В связи с этим уже на настоящий момент привито около 77% взрослого населения республики. Однако необходимо, соответственно, усилить прежде всего ревакцинацию. Те, кто, соответственно, на насто у кого уже наступил срок. Среди тех, у кого наступил срок по ревакцинации, у нас всего прошло ревакцинацию 47%. В связи с чем обращаем внимание, я прошу прощения, 37%, с чем обращаем внимание на необходимость ревакцинации, срочной вакцинации и ревакцинации, потому что это однозначно смягчает соответствующую симптоматику заболевания сегодня на территории в целом Российской Федерации, но у нас в республике. Уважаемые работодатели, в соответствии с указом главы республики Саха и Кутия, подписанным вчера, необходимо обратить внимание на следующий момент. Время изоляции людей, которые перед переходом их на работу, время изоляции людей, захода в коллективы, составляет, изменилось с 14 дней до 7. Это очень чётко было зафиксировано в указе главы республики Саха и Кутия вчера. Кроме того, ещё раз обращаем внимание на необходимость, прежде всего, направление на удалённый режим работы 50% от своих коллективов. И если ранее, в основном, основной целью подобного рода удалённой работы была защита тех, кто по ряду причин не может вакцинироваться или имеет медицинские отводы, то сейчас необходимо чётко понимать, что в этих 50% должны быть и люди, которые в последующем, если заболеют те, кто работает на постоянной основе, так сказать, основной состав сейчас, должны заменить и встать на их место в качестве резервного состава. Уважаемые жители республики Саха и Кутия, оперативный штаб учреждения здравоохранения республики чётко действует в соответствии с утверждённым планом по предотвращению омикрона, утверждённым главой республики Саха и Кутия. Все вопросы, которые у вас возникают, готовы ждать на горячей линии, как Министерство здравоохранения.